Продолжение следует... На... Загрузка довольно долгая... Окей. В предыдущих сериях Walking Dead'а... Я знаю, кто ты. Веди машину! Ты была одна всё это время? Да. Да, я хочу, чтобы мои родители вернулись домой. А ты будешь приградывать за главным входом. Ты у нас на стрёме. Я Даг, всё понял. А я Карли. Хорошо, Карли. Поможешь Дагу, если будет нужно. Есть, босс. Блядь, один из них укушен! Договоримся с ним. Может, с кровавым концом? Никто не смеет угрожать моему сыну. Показывают нам выборы, предыдущие мы... Основные. Основные. О боже. Мне покер, что с тобой случилось, но если что-нибудь случится с моей дочерью или с той девочкой, береги свою жопу. Старая мразь. Игра будет адаптироваться под ваши действия. История будет развиваться так, как решите вы. На чём мы смогли убедиться уже в предыдущем эпизоде. В принципе, концовки здесь будут довольно однотипные. То есть, разных концовок здесь особо нет. Но... Деталгеймс представляет. Но само развитие внутри игры, отношения между персонажами в сотрудничестве с SkyBond Entertainment. Но отношения игроков внутри игры, они как раз сильно на это влияют. Три месяца спустя. Да, как я говорил в предыдущей серии, судя по тому, что будет в этом эпизоде, это спустя уже какое-то время, то есть прошло целых три месяца. Ли уже с одного удара варит зомбарей. Уже точно их варит? Какой-то мужик. Чёрт. И что у них на этот раз? Вроде бы кролик. Ну вот, опять мы остались без еды. До сих пор не могу поверить, что мы всё съели за три месяца. А ведь казалось, что еды много. Очкарик на меня похож. Может, тебе не стоило делиться с нами? Да, тогда бы я сам уже был едой. Уж поверь, я не жалею. Кролик едва ли сгодится для еды, Марк? Но я бы съел его, но все голодны. Согласен. Видимо, подобрали этого парня, когда он мимо проходил в отеле. Когда я ночью случайно взял паёк к Карли, я думал, он оторвёт мне руку. Мы все на пределе. Не обращай на него внимания. Да, ты прав. Хотел бы я знать, сколько еды у нас осталось. Мы справимся, наверное. Может быть. Знаешь, не всем нравится, как Лили распоряжается пайком. Лили понимает, что в первую очередь нужно кормить взрослых, чтобы они были в хорошей форме. Иногда это значит, что кто-то останется голодным. Думаешь, Кенни больше повезло, чем нам? Я надеюсь на это. Да, из-за нефатки еды и постоянных разборок между Кенни и Лили в мотеле наступили тяжелые на времена. Знаешь, Кенни говорил, что собирается уйти, если сможет причинить фургон. У него семья. У него жена и сын, за которым нужно ухаживать. Они в большей безопасности, когда находятся в большой группе. Из-за него они все умрут. Но я не видел его. Слышал, как Ларри вчера на него ехал. Что не так с этим стариком? Похоже, у него и с тобой какие-то терки. Это точно. Старый пердум. Он просто старая расистка с задницей. Ему нужно успокоиться и отстать от нас. Проблемы у него с сердцем или нет? Нам здесь все нужны. Я знаю, что Лили считает, что он слаб, но этот парень прям гарамус. Бульдозер ходячий. Не хотел бы остаться с ним один на один в запертой комнате. И разве он не бил тебя по лицу? Я шупал. Конец предыдущего эпизода. Ну-ка, давай ворону сожидать. О, о. Прям мыслят, как я. Похож на меня и мыслят, как я. Только у меня руки не такие волосатые. Ага. Вообще... Ну, сможешь попасть? Далеко. Попусту потарьтесь по трону. Доверись мне. Если я не уверен, что попаду, я не выстрелю. Это Кенни? Я не знаю, идем. Блин, точкарик вылитый я вообще. Опа. Господи. О, черт, нет, нет, не убивайте нас. Мы просто хотим помочь учителю. Потом мы уйдем, я клянусь. Ли, парни, вы в порядке? Снимите его. Снимите. Трэвис, может, они помогут нам? Может, это те же парни, что напали в наш лагерь? Мы еле убежали от них. Что? Что? Что произошло, черт возьми? Мистер Паркер сказал, что надо держать подальше от улиц. Мы пытались быть осторожными, но... Он наступил, мы держим капкан. Все охреново, Ли, нужно помочь им. Прошу. Бен, заткнись. Мой отец служил в спецназе, я знаю, что я делаю. Просто посмотрите, можно ли его освободить. После этого можете оставить нас здесь, нам все равно, пожалуйста. Его укуси. Ну, мы попытаемся его. Нужно вытащить его. Боже, спасибо. Ладно, но поспеши. Быстрее, прошу, быстрее. Рядом зомби, черт. Лейп, как анкределом? Здесь нет затвора. О, нет. Ну, накрытие сбежали, если выстрел. Черт, ходячие! Или сейчас, или никогда, Лейп. Пожалуйста, вытащите меня. Марк, присматривай за парня. Кенни, держи ходячих подальше от меня. Так, так, так. Это плохо, это очень плохо. Лейп, сделай что-нибудь. Так, попытаемся открыть. Ну, ладно, это бесполезно. Тогда пытаемся сломать капхан. Давай. Нет, 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 нет. Блин, чувак, я за только один выход в этой ситуации. Это отрубить тебе нахрен ногу. Другого варианта нет. Придется отрубить ее. Нет, нет, нет. Сделай что-нибудь с капканом. Или еще что-нибудь. Нет другого варианта, чувак. Другого варианта просто нет. И Кенни тоже подтверждает просто трешили. Извини, но нам надо идти. Терпи, мужик. Надо было жгутом... А, там у него уже... Сделали жгут. О, черт. Лей, я не могу их сдерживать вечно. Последний удар, да? О, черт. Болевой шок, потерял сознание. О, боже. Мы освободили Дэвида. Черт, он потерял сознание. Черт. Какая жестокая игра на самом деле. Я сам еще жив, хватайте, и мы уходим. Сзади. Трэвис! Трэвис! Идем, идем, нам надо идти. Спецназ, да, говоришь, чувак? Помогите! О, но тут уже... Но тут уже... Ходячие мертвецы. От них нам тебя уже не спасти. Начало такое, динамичное. Мотель путешественника, в котором мы остановились, в котором мы уже третий раз за эту игру получается. Эпизод второй. Жажда помощи. Старый пирдун. Песит меня этот старик. Творина такая. Чуть не убил нашего главного героя. Ммм, клемм без кепки, без своей любимой. Лили типа лидер, да, у нас? Ну, сейчас опять орать будут и Лили, и этот старый пирдун. Мы просто людям помогаем, они... Сейчас начнется. Ну что, оружие не всмотрите появилось? Две снайперки, одна винтовка обычная без прицела. Ух ты, прям сигналы подает. Ничего себе. Старые. Ебища. Открывайте ворот, у нас раненый. Черт, что они делают? О, боже. Кто это, черт подери? Нет времени объяснять. Ли, ты в порядке? Положите его в пикап, я посмотрю, что можно сделать. Кэт, сможешь подвалать его? Боже, Кен, я... Ли, Ли! Какого черта? Мы не можем приводить сюда новых людей. О чем вы думали? Может, успокоишься на секунду? Эй, что ты... Ладно, не буду. Истут, Пидор, что ли? Он бы умер. Он бы умер, если бы мы не бросили его. И что? Мы не несем ответственность за каждого голодающего, выжившего, которого встретим. Нам нужно сосредоточиться на нашей маленькой группе, которая здесь и сейчас. Ну, подождите, мы даже не поговорили с этими людьми. Может, они смогут чем-то помочь? Да ладно тебе, Лили, это люди. Люди, которые пытаются выжить, как и мы. Нам нужно держаться вместе, чтобы выжить. Мы взяли тебя только потому, что у тебя была еда, которая хватила на всех нас. Но эта еда почти закончилась. Ее осталось только на неделю. Я не думаю, что вы, ребята, принесли продуктов, не так ли? Ну, нет. Ладно, тогда ругайтесь, ребята. Добро пожаловать в семью, парень. Пойдем посмотрим, что я нарисовал. Клем прям вообще... Что? Нет, я... Просто пойдем, ладно? Клем уже шарит. Знаешь, тебе нравится, думаешь, что ты лидер этой маленькой группы? Но мы можем принимать решение сами. Здесь не твоя диктатура. Ой, да ладно, ты драматизируешь. Вы всегда ссоритесь, я не хочу в этом участвовать. Тоже уж там. Эй, я не просила быть лидером этой группы. Все были счастливы, когда раздавал игру. Так, ну, знаете, неважно, кто главный, на самом деле, хватит сраться. Теперь эти люди здесь. Думаю, нам нужно просто решить, что делать дальше. Нет ли, это важно. Один человек не может быть главным во всем. Знаешь, может, ты не чувствуешь себя в безопасности, пытаясь быть нейтралом, но рано или поздно тебе придется сделать выбор на чьей-то стороне. Я не видел, чтобы вы принимали трудные решения. У моей девчонки яйца больше, чем у вас, всех вас вместе взятых. Пап, успокойся. Почему бы тебе не помочь Марку с оградой? Да, не бесись, а то тут нету больше у нас нитроглицерина, чтобы твое сердечко завести потом, повторно. После которого ты меня, блин, по щамбишь. Ты думаешь, меня просто? Все ненавидят меня, потому что я распределяю еду. И за этого тебя ненавидят. Но больше никто не хочет этого делать. Знаешь что? Я не буду делать этого сегодня. Это сделаешь ты. Вот, порции на сегодня. Но их не хватит на всех. Удачи. Почему я крайний? Почему не долбанный, например, Кенни? Почему не Марк? Почему не этот старый пердун, например? У вас только 4 порции на 10-рых голодных людей. И порции не такие уж и съедобные. Сразу видим эти взгляды голодные. И грустное лицо Ли. Но это жестоко. Почему Ли крайний? Всегда. Он самый тут главный герой. Он самый четкий. У нас есть, значит, вяленая говядина. Это я знаю название. Падал он дар. Да-да-да. Дальше у нас есть пара печенек. Яблоко и топор. Топор мы из топора Макашу, к сожалению, не сварим. Давайте проверим, что у нас здесь. Он поправится? Я не знаю. Поможешь? Конечно. Что тебе нужно? Просто надавись здесь, пока я пытаюсь зашить ее. Никто ей не помогает. Вообще всем пофигу. Все ждут еду. Знаешь, я думал, что она начала привыкать к этому. Но к этому никогда не привыкнешься. Ну, то есть, порезы и синяки это одно. Но Ли, у этого человека нет ноги. Я поступил правильно. Да, я знаю. Думаю, правильные поступки иногда пугают. У меня не было другого. Либо я, либо зомби. Ну, ты сделал все, что мог ли. Спасибо за помощь. Иди и проверь основной. Мне в любом случае не нужно пространство. Ну, Катя самый отзывчивый персонаж здесь. И она врач. Врачу еда нужна по-любому. Поэтому, думаю, сразу ей дадим еду. На, поешь. Лучше дай еду даку. Я тут занята и справляю беспорядок, который ты устроил. Мне нужно пространство. И от еды еще отказывать. Ну, вообще, просто шикарная женщина. Нижний шкаф. Он прочный. Но этого не будет длиться вечно, как и все остальное здесь. Мусорные контейнеры. Даже в них вся еда закончилась. То есть, вы им мусорку все объели уже, да? Так, ну, Катя сказала отдай даку. То есть, еда ее. То есть, тут я вообще не выбираю. Я отдам еду даку. По крайней мере, у детей есть занятие. Это он про мяч. Можешь держать эти гребаные доски ровно? Я стараюсь. Я не думал, что уже ослабил настолько. Чего ты хочешь? Чтобы тебе дали денег? А, я дам тебе 60 центов, которые у меня в кармане. Если ты прекратишь быть такой нежным, то и заткнешься. Очкарик даже ноет, как я примерно. Ну. Она сдерживает ходячих. Короли в основном стоят на стройме. Но вообще, я без причины тоже не ною. Если он так говорит, то он, скорее всего, реально голоден. Старь ему передану. Я не хочу помогать из принципа. Но... Стоит ли вообще ему давать еду? Он мощный мужик. Он укрепляет ограду. То есть, он что-то делает постоянно. Он работает. Но он охотится. То есть, себе я иду оставлять не могу. Потому что, ну, блин, я расправляю. Я не буду себе ничего зажимать. И, в принципе, Ли ходит достаточно уверенно. Уверенно бегает. Уверенно рубит топором ноги мужикам всяким. Поэтому, я думаю, силенок у него пока еще хватает. Вы говорите, Смарк. Эй, с тобой все порядки ли? Херово там было. Прошлося отстечь парню ногу. Да, я просто надеюсь, что Катя сумеет спасти его. Неужели ты покинул базу ВВС? Ну, то есть, эта ограда не похожа на военное укрепление? Да ни за что я туда не вернусь. Ты же видел, на что стало похоже? На что она стала похожа, когда вы меня подбирали? Она стала вся разгроблена. Мы не на шутку разлилили. Слушай, я знаю, то, что она хочет, это хорошо, и все же. Никаких, но она приняла разумное решение. Этих паразитов, которых вы парни привели, нужно выпроводить. Ну, он... В общем, вот этот старик, это как озлобленная версия Кенни. Тоже думает только о себе, о своих близких. Но у него, кроме своих семи близких, нету, потому что он ебаная жопа. Вот, съешь что-нибудь. Так, тебе я дам... Могу уйти, типа, такой, на, поешь, и, типа, извини, я тебе ничего не дам. Ой, ладно, возьми тебе, возьми половину яблока. Спасибо, просто супер. Нужна помощь с оградой? Нет. Вообще-то нам бы пригодился топор. Не возражаешь, если мы возьмем его? Да, дай нам его ненадолго. Я могу сделать выбор? А, выбрать, кому дать топор. Топор бы пригодился, дам его Ларе. То есть, Ларе у нас обойдется без еды, но я ему дам топор, чтобы, типа, он такой, я тебе доверяю, окей, ладно, надеюсь, ты меня не зарубишь. Да, это должно помочь, но постарайся не шуметь. Да, да, мы не дебилы. Да ладно, Ларе, отстань от него, мужик, все изменилось. Быть разистом уже не может. О, да мы что в этом делаем? Вот, что ты ему сказал. Ээээ, да, именно. Да, это правильно. И что ты хочешь с этим сделать? Слушайте, мне все равно, что там между вами, но нам нужно научиться уживаться друг к другу. Я должен только защитить свою дочку. А сейчас это значит починить эту долбанную ограду. Так что, я оценю, если вы заткнетесь и дадите мне работать. Ну, спалился ты, нафига ты, блин, рассказал то, что я тебе сказал про расиста-то? Ну? Поговорите с Ларе. Лили и Кенни нужно подружить. Тебе стоит сказать Лили, чтобы она поладила с Кенни. Лили может сама от себя завести друзей. Речь не о том, чтобы завидеть друзей. Мы все в опасности, и нам сейчас стоит начать помогать друг другу. А, херня все это. Без тебя нам бы было лучше. Лили считает, что нам нужно вышли на тебя и плюгать сюда. Она права. Здесь и так много людей слоняются без дела. Ты слишком шумный, ты слишком такой... Посмотрите на его взгляд, он думает о идее. Но я тебе ничего не знаю. Делайте ограду дальше. Вот только не говори мне Лили, что нужно делать. В принципе, ты что-то делаешь, но я тебе не доверяю. И ты довольно шумный сейчас для своего состояния. Значит, ты жрать нифига не хочешь сейчас. Ну, все хотят есть, но не настолько сильно, чтобы так себя вести. Как ты, Клим? Нормально. Где твоя кепка? Я не знаю. Поможешь мне найти ее? Конечно. Когда ты ее потеряла? Пару дней назад она еще была у меня. Я обещаю, если найду ее, я дам тебе знать. Спасибо. Хорошо, Клим. Я должен кто-то о чем позаботиться, и иди немного поиграть с Даком. Окей. Какая-то она грустная. Детей, думаю, покормлю. Карли вообще бессил уже, да? Эй, мой друг выживет? Я не знаю, но Катя сделает все, что сможет. Я обещаю. Не могу поверить, что ты отрубил ему ногу. Другого выхода не было. Итак, кто вы такие? Наша группа хочет знать. Я Бен. Бен Пол. Человека, которого вы спасли, зовут Мистер Паркер. Он руководитель оркестра в моей школе. Мы все приехали на игры Pay Off из Stone Mountain, когда все это случилось. О, то есть ты еще далеко от своего родного дома, ты не знаешь, что у тебя с семьей. Бедный парень. Тебе лет сколько? 15-17, да? Как у тебя дела, парень? Ну, я вот думаю, могу ли я чем-нибудь помочь, понимаешь? Чем-нибудь, типа, даже не знаю, чем-нибудь. В следующий раз ты будешь готов. В следующий раз? Расслабься. Мы очень скоро поставим твоего друга на ноги. Очень на это надеюсь. Еды я тебе не дам, я не знаю, насколько ты сыт. Плюс ты левый чувак, пока на данный момент, поэтому без еды ты обойдешься. Клем. Клем. Эта штука больше не работает, да? Нет, с тех пор, как она сломалась в аптеке. Ты тогда просто оставишь ее? Да. Да, если ты не против, я оставлю ее, она мне нужна. Я не против, дорогая. Ты сказал, что не думаешь, что они найдут нас? Ну, да, но просто потому, что... Но мы можем попробовать сами найти ее. Понимаешь, Клем? Я не глупая, Ли. Я знаю, что это понарошку. Но когда она у меня, мне становится лучше. Ладно, тогда береги ее. Я постараюсь. Ну, хорошая девчушка, на самом деле. То есть, маленькая, но уже умная не по годам достаточно. То есть, сообразительная и вообще понимает, что, в принципе, происходит. Что все плохо, но лучше этого не показывать, держать в себе и стараться как можно адекватнее себя повести. Как дела, Клементина? Все хорошо? Да. С этим человеком все будет хорошо? Ну, как мне его ногу потерял. Я не уверен. Надеюсь, он справится. Я очень хочу кушать Ли. Надеюсь, скоро я смогу поесть. Очень трудно, на самом деле, оценить, насколько дети хотят есть, потому что даже если у них небольшой голод, они уже все равно есть хотят. Но все-таки это дети, о них нужно заботиться. Возможно, взрослые, думаю, смогут пережить это. Бери. Тебе нужно немного поесть. Держи. Крекер. Ладно. Пусть лучше в следующий раз это будет мороженое. Худы, имейте в виду. Если у тебя есть еще еда, то Дак тоже голоден. Так, когда мы раздобудим еще еды? Не беспокойся, пацан, тебе мамка отдала. Как дела? Хорошо, мы с Кремити на лесу. Что это, как думаешь? Не знаю. Собачка? Это тигр. Я знаю, это ж коза, верно? Нет. Это тигр. Ты держался молодцом, когда мы привели сюда этих людей. Это потому, что я знаю, что мама сможет его вылечить. На, держи. Хочешь кушать? Такое лицо довольно. На тебе, мамка, Крекель передавай. Держи. Да, ох, елки-палки, я такой голодный. Дак, его семья оценит это. Осталось только... Вяленая говядина. Можем оставить ее либо себе, но... Нет, некоторые из этих людей хотят есть намного больше. Так, думаю, с Кенни надо поговорить. Ну, просто поговорить с людьми еще, с остальными. И потом поговорим с Карли, в том, что еду отдам последнюю Карли. Она совсем уже не держится. Возможно, нам стоит покинуть это место. Господи, только не ты. Я знаю, Кенни хочет уйти. Думаю, поэтому он так хочет починить этот кругом. Но это хорошее место. Мы защищены, мы рядом с аптекой. У нас есть заведенный порядок, и он работает. Пока что. У нас нет еды, дура-то такая. Это как, понимаешь, как в Лонгдарке, например. У тебя нет еды, ты ищешь искать еду в другом месте, и ты уходишь с того места, которое у тебя насижено. Потом ты можешь к нему вернуться, но на данный момент тебе нужно отсюда уйти. В любом случае. Нам стоит поговорить о тебе и Кенни. Что насчет нас? Спор. Все вышло из-под контроля. Знаешь, народ это заметил. Эй, я тут рву жопу, чтобы убедиться, что мы всем обеспечены. А Кенни просто этого не ценит. Нам всем нужна еда. Но еды нигде нет. Ты знаешь, это лучше, чем кто-либо. Вот именно. Мы просто обязаны найти еще еды. Смотри в обоих. Хорошо. Она просто сидит и ничего не делает. То есть у нее калории не тратится, поэтому... Охотимся именно мы все. Кенни, ты извини, ты мужик, ты... Он вообще тоже уже не держится, на самом деле. Вон у него круги под глазами. Он работает с машинами, он ходит и охотится. Блин, вот ему жрачка тоже нужна, на самом деле. Ходят слухи, что ты хочешь покинуть мотель. Это не такая же тайна, Ли. Возможно, это наш лучший шанс. Послушай, ты сделал много хорошего для меня и моей семьи. Ты спас Дак от этих чудовищ. Защитил его от Ларри в аптеке. Я такого не забываю. Ты и Клем вправе поехать с нами. Я с тобой согласен полностью, мужик Кусь. Тут без вариантов. На побережье. Неплохо звучит. Может быть, это хорошее решение. Я и сам знаю. И возьми туда свою земью. Земью, семью. Я не дам тебе еды, прости. У нас тут есть голодающая женщина. Не потому, что она голодающая женщина, а потому, что она голодающий человек, поэтому ей нужно дать еды. Но, смотрите, она вообще уже вся просто в шоке. Спишь лучше? Нет. Я знаю, что мы должны быть благодарны за кровать, но нет, лучше не стало. Все думаешь в аптеке? Да. Лили попросила меня раздать еду. Это будет нелегко. Да уж. Я не смогу накормить всех. Что мне делать? Ну, если ты не хочешь твориться с Лили, то лучше дай ей часть еды Ларри, несмотря на то, что она наградит себя как последний засранец. С другой стороны, если отдать эту еду Кенни и его семье, то он может вспомнить тебя, когда однажды решит свалить? Отсюда на том фургоне. А как же ты? Тебе тоже нужно еда? Нам всем нужно еда. Я не могу указывать тебе, что делать. Но что бы ни случилось, я знаю, что ты постараешься все сделать правильно. Спасибо, Карли. Бери. Держи. Мне? А как же ты? Ты хреново выглядишь, Лили. Когда ты ел последний раз? Я в порядке. Я хочу, чтобы это было у тебя, ладно? На случай, если тебе рекламентини станет плохо. Я говорил, что не имеет значения, почему ты спас меня, Медака, но ты ничего мне не должна, Карли. Хм. А девчонка молодец, на самом деле. То есть она может оставить еду мне и себе? Ну, нет. Ладно, воспользуюсь советом Лили. В таком случае... Ой, не Лили, Карли. Попытаемся помириться с Лили. Дадим мясо этому старому передну. Что бы то ни было. Все-таки, если подумать логически, то пока мы все-таки бордим-охотимся, он все это время работает, по идее. Это все замечают, это все знают. Знают то, что он самый сильный здесь. Знают, что... Ну, сильно нужно больше всего еды, поэтому... Держи, Ларри. Лили хочет, чтобы ты поддерживал свои силы. Мне следовало бы заснуть это в твою жопу, но я слишком голоден. Пошел ты, мразь. Неблагодарный. Тварина. Не такая уж и простая работа, да? Я никогда не говорил, что она простая. Я не завидую тебе. Я не знаю, как ты с этим справляешься каждый день. У меня нет выбора. Ли. Кенни. Кенни, я знаю, что у меня кончилась еда, прежде чем... Эй, это был трудный выбор, но ты позаботился о детях. Так поступает настоящий мужчина. Я серьезно нашел предложение поехать с нами. Ты более чем заслужил поездку в фургоне со мной. И все же, думаю, что кто-то будет недоволен твоим выбором. Ну да, женщина сверху, которая его босседает. Кен, Ли! Пожалуйста, подождите. Ой, подойдите. Он не выжил, не так ли? Он потерял слишком много крови. Черт. Мне надоело это дерьмо. Кен, вернись. Не трогай. Но... Ему просто нужно время. Это было трудное утро. Человек, которого ты принес, я пыталась, но у него не было шансов выжить. Ну, по крайней мере, он больше не наш, проблема. Что насчет второго парня? Что? Погоди, нет! Слышь, я даже выбрать вариант не успел. Козлина ты! Как он так быстро обратился? Топор быстрее! Ах ты ж мое, мать твою. Что ж... Ай, блядь, я понял. Окей, налево. Еще налево, давай. В одну сторону бить проще. С дороги! Давай! Черт, я почти убил его. Как ты не попал-то, блядь, Ларе? Ты же мощный мужик. Блядь. Уйди от меня, нахер. Как он так быстро обратился-то, а? Назад, эс. Давай, 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 давай. Да слышь, ты мразь. Ааа, глаза выкалываем нахер тебя. На-на-на-на-на-на-на-на. Стреляй. Нет, не стреляй. О, ладно. Ты в порядке? Да, спасибо. Зачем вообще ты притащил его сюда, урод? Так, успокойся. Из-за тебя нас всех убьют. Мразота, да? Почему ты не сказал, что он укушен? Что? Он был укушен, а ты не сказал ни слова. Но его не кусали, я клянусь. Ну, твой недокушенный друг воскрес из мертвых и пытался убить мою жену. Что? Погодите. Вы что, не знаете? Ты о чем? Блин, я забыл об этом, кстати. Действительно. Их воскрешает не укус. Ты восстанешь из мертвых, и не важно, как ты умираешь. Если уничтожить мозг, это случится. Это случится со всеми из нас. Мы все заражены? Все? Я так думаю. Я не знаю. Я знаю только, что люди превращались в ходячих, когда умирали. Их даже не кусали. Когда я впервые это увидел, мы прятались в спортзале, и мы думали, что там все в безопасности. Но одна девчонка, Дженни Питчер, кажется, думаю, она не выдержала. Она приняла таблетки. Много таблеток. На следующее утро кто-то пошел в женский туалет. Господи. Отойдите. Опачки. Эй, дамочка, расслабься. Я и мой брат, мы просто хотели узнать, сможете ли вы нам помочь. Я сказал, отойдите. Карли. Вы вооружены? Да. Для защиты. Мертвецы могут быть везде. Но, думаю, в этом вы сильнее нас. Зачем вам бензин? Наша ферма защищает забор под электричеством. Генератор снабжает его электричеством. Наш генератор работает на бензине. Слушайте, у нас есть ферма в пару милях отсюда, вверх по дороге. Если бы вы опустили пушки, мы бы... Мы бы поговорили об обмене. Как у вас с едой? У нас ее много на ферме. Па-па-пам. Ли, почему бы тебе и Марку не проверить в то местечко, посмотреть что там? Я пойду с вами. Прикраю вас, если уходит что-то не так. Так, что вы скажете? Окей, пойдем на ферму. Договорились. Мы принесем немного бензина вам на ферму. В обмен вы дадите нам немного еды, которую мы сможем использовать. Посмотрим, как все пойдет. Звучит справедливо. Пара галлонов сможет заставить наш пургон работать... Забор работать ненадолго. Итак, это ферма. Ребят, у вас правда есть еда? Конечно. Мы потеряли много скота, но у нас еще есть молоко, масло и сыр. А еще у нас на ферме растут овощи, так что у нас достаточно еды. Здорово на время уйти из твоего мотеля. Эти споры между Лили и Кенни доходят до смешного. Лично я была бы рада, если бы ты стал лидером. Я лидер? Ты думаешь, они хотят видеть меня в качестве лидера? Конечно. Все уважают тебя. Кроме Ларри. Ну, не все думают, что я заслуживаю доверие. Из-за твоего прошлого? Еще кто-то знает? Ларри знает. Отлично. Будет весело. Клементина может знать. Она была рядом, когда мы в аптеке говорили об этом. Потом она стала меня расспрашивать. Я соврал ей, но... Я соврал ей? Серьезно? Что на самом деле произошло с сенатором? Это был несчастный случай. В смысле, я знал довольно давно о романе. Иногда я хочу поговорить с группой об этом. Ты не должен. То, что случилось раньше, сейчас не имеет значения. Не уверен, что все думают так же. Может, ты и прав. Слушай, за годы моей работы с журналистом я писал о всякой запутной хрени. Я видел ситуации подобные твои сотни раз, но это не делает тебя плохим. Я правда ценю это. В смысле, слава богу, что Ли появился именно в тот момент. Правда ли? Ага, Ли, почему нам немного... Тебе не рассказать нам немного о себе? Откуда ты? Вырос в Мэйкене. Кроме в сердце Джорджии. Вот, что я хотел услышать. Вы все неплохо устроились там, в отеле. Кто главный в вашей группе? Странные у тебя вопросы. У нас демократию. Мы работаем одной группой, один за всех, и все за одного. Я понял. Сейчас много придурок, которые дерутся друг с другом в такое тяжелое время. Это просто тупо. И все же, сколько всего у вас людей? Странные вопросы. Достаточно. Достаточно, чтобы постоять за себя. Но это хорошо. Тут становится опасно, но вы знаете. Ну, мы рады видеть всех в основании нашей ферме. Как я и говорил, у нас достаточно еды, и, откровенно говоря, нам бы не помешала еще одна пара рук. Летом я трудился на каждой ферме. Да, это здорово. Любая помощь пригодится. Мама содержала эту ферму столько, сколько я себя помню. Но сейчас... Начинаю. Ты думаешь, что сможешь скрыть это от меня? Черт, пригнитесь. Никто не пытается ничего от тебя скрыть. Ты и Гарри постоянно ебаные бандиты. Кто? Они похожи на тех, которые напали на нас. Успокойся, твоя паранойя уже всегда стала. Кто они? Шш. Добаный задница. Их всего двое? О нет, их намного больше. Да и знаешь что, мы все ее съели. И хули ты сделаешь из этого? Не волнуйтесь. Дэнни и я прикроем, если что-то случится. Но давайте просто подождем и будем надеяться, что они просто уйдут. Иди нахуй! Мудак. Этот мир скатился в говно. Пошли, доберем сюда фермы, там безопасно. Шут ему в顔. Это было дико. Так, ну что ж, наш пошел сохранение. Думаю, на этом можно тогда закончить эту серию. Следующую уже продолжим в следующем выпуске, в дальнейшем прохождении. Эта серия получилась довольно большой по объему, по минутам. То есть почти 40 минут она занимает. Но не такой большой по составу в своем. То есть мы распределили еду, мы нашли каких-то людей со своей фермой. Это замечательно, будем узнавать, что у них там дальше есть из еды. Всем, кто посмотрел, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, смотрите дальше. Всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok